Сегодня в Минске завершил работу 6-й Всебелорусский народный форум. На протягу двух дней делегаты вяли разговоры об шляхах развития краины на ближайшие 5 годов. В Палаце Республики работали и наши корреспонденты. В программе другого дня 6-го Всебелорусского народного схода выступление делегатов и принятие выняковой резолюции. Главная идея – захование независимой и экономично-модной державы. Прошлая программа социально-экономичного развития, по которой будет развиваться Беларусь, документ Всебаковый. Делегаты назвали ее программой деяния. Тут и зрозумел для всех экономичный блок и социальной обороны працующих и выховавча патриотичная работа. Первое – это надо любить свою родину. Если ты ее любишь, то ты всю свою жизнь и деятельность будешь выстраивать так, чтобы своей родине, своей отчизне не навредить. Поэтому с самого раннего детства надо прививать эту любовь к своей земле, к своим людям, к своей символике. И тогда у нас люди будут патриотически воспитанные. Еще немаловажную роль играет изучение нашей истории. Нам, нашему поколению, повезло, потому что это на нашей жизни впервые наша родина получила себе независимое государство. И это надо сберечь, это надо ценить. Среда гученных пропанов замысывания на законодавшем узруне обовязкового взаимодействия, установ, адукации и предприемства, что дозволит не только знакомить наученцев с рабочими специальностями, а и допоможет молодым людям больше реально оценивать ситуацию в Украине. Еще один плюс такого супрасовничества – практичная реализация идей наученцев. В общем, в выступлениях делегатов значная увага модернизации вытворжести, развитию инновационных технологий и поддержку перспективных распроцовок. У первую шаргу – Айчыных. Удельники форуму кажут, у нас шмат талиновитых людей. Головное их убачить и подтримать. Если честно, то идей воплощать можно легко. На самом деле мешает, наверное, какое-то принципиальное такое незнание, потому что многие разработчики молодые не знают, что можно получить гранты от исполнительных властей, технопарки, различные конкурсы проводятся. И когда уже есть какая-то идея, проект, его можно выдвинуть и в дальнейшем его могут поддержать. Как было с моим проектом, его увидел губернатор, ректор университета. Выделились деньги на разработку и создание экспериментальной теплицы. Де, что и за какие сродки будет будаваться у этой пятигодцы. У программы социально-экономичного развития краины продугледжены, сдаются все нюансы экономичного будавництва. У относенных до Гомельской области это модернизация химичного завода, что позволит повеличить выпуск продукции в полтора разы. Регион бачит свои перспективы и на керунке, по яких он будет развиваться на протягу ближайших годов. Итоги подведены. Мы на заседании обесполкома за предыдущие годы, что мы достигли, что нужно достичь. Есть программные документы. Вчера на заседании на Белорусское собрание мы еще четко для себя поставили задачи, которые определены президентом. Это в первую очередь инвестиционные проекты, которые ставятся перед губернатором. Ну и, конечно, это развитие тех проблемных вопросов, которые нас сегодня волнуют. Это, в первую очередь, сельское хозяйство. Мы видим, что у нас здесь есть проблемы, и мы должны его развивать. И, конечно, самый главный вопрос – это строительство жилья на селе. Ну и, конечно, мы не снимаем вопросов, которые сегодня связаны с реализацией Чернобыльской программы. Президентом поддерживается данный курс, и программные документы мы активно реализуем. И в текущем году в Ходницке, на Волянском районе мы это, и в Брагинском, это все реализуем. Поэтому задачи поставлены, будем выполнять.